С 1 октября этого года во Владивостоке частично изменится маршрут пригородных электропоездов. Сталинский тоннель, построенный почти 80 лет назад, нуждается в капитальном ремонте. Для того, чтобы сохранить доступность электропоездов для населения в осенне-зимний период, администрация города предусмотрела вариант частичного сохранения пассажирских маршрутов до третьей рабочей и обратно. Однако весь участок железной дороги от тоннеля имени Сталина до мыса Чуркин будет недоступен для тех горожан, которые предпочитают электрички автобусам и маршруткам. Мало того, что трамвай отменить такой, теперь ушли в электрички. Будут проблемы для людей добраться, во-первых, на работу, потому что все едут на электричках на вторую речку через этот тоннель. И поэтому будет очень большая проблема, в первую очередь, и неудобства для людей. Это плохо, конечно. А почему? Ну, потому что это будет неудобно кому-то так удобнее добираться. Как бы то ни было, 80-летний туннель нуждается в капитальном ремонте. И здесь речь идет не о риске опоздать на работу или проехаться на автобусе. На кону ни много ни мало человеческие жизни. В ближайшее время рабочие группы начнут демонтаж электросети, питающей железную дорогу вдоль всего отрезка. Сколько времени продлится ремонт, к сожалению, пока сказать не могу, потому что информации пока такой не обладаю. И, собственно говоря, это будет более точно известно, когда строители непосредственно зайдут в туннель, оценят масштаб работ, масштаб каких-либо повреждений и всего того, что там необходимо будет делать. К слову, те электрички, что раньше отправлялись со станции Мысчуркин и обратно, теперь будут перенаправлены на главную железнодорожную станцию Владивостока, минуя луговую и третью рабочую. Это позволит избежать простое оборудование и составов. Дополнительно, чтобы как-то компенсировать неудобства для горожан, администрация Владивостока проведет необходимый транспортный мониторинг сразу после официального закрытия туннеля, чтобы оценить загруженность городского трафика и при необходимости увеличить количество автобусов и маршруток. В связи с закрытием туннеля, скажем так, что на сегодняшний день ходит, в принципе, достаточное количество транспорта, вот только на 55 маршруте ежедневно 20 единиц автобусов уходит на маршруте. Поэтому, я думаю, автобусы справятся. Во время ремонта туннеля железная дорога все равно не будет бездействовать. Грузовые поезда продолжат следовать по привычному ранее маршруту, но при этом будут использоваться только составы на тепловой тяге, которые смогут двигаться в специально выделенное для них время. Евгений Черемухин, Игорь Болтов, Новость на восьмом.